Привет! Посмотрев это видео, вы узнаете ответы на следующие вопросы. В каких случаях работник должен отработать две недели? В каких случаях он может не отрабатывать две недели? Ну и напоследок я расскажу парочку лайфхаков о том, как не отрабатывать две недели при увольнении. Итак, вопрос номер один. В каких случаях работник должен отработать две недели при увольнении? Трудовое законодательство действительно возлагает на всех работников такую обязанность, и эта обязанность у нас возникает в тех случаях, когда мы увольняемся по собственному желанию. То есть, если нас увольняет работодатель, то обязанности отработать две недели у нас нет. Если же мы увольняемся по собственному желанию и подаем заявление об увольнении, то вот это самое заявление мы должны подать за две недели до предполагаемого дня увольнения. Что же будет, если работник не отработает две недели? Если работник, скажем, напишет заявление, отдаст его работодателю и не будет выходить при этом на работу. Последствия такого поведения будут следующие. Вас уволят за прогул и будет в трудовой книжке соответствующая запись. Уволен за прогул. В каких случаях можно не отрабатывать две недели? Закон устанавливает определенный перечень уважительных причин, по которым человек может в заявлении о увольнении по собственному желанию указать дату, с которой он хочет уволиться. То есть, в принципе, вы можете даже сегодня с утра прийти к работодателю и написать сегодняшнюю дату. И работодатель будет обязан вас уволить в этот же день. Что это за причины? Причины следующие. Переезд мужа либо жены в другую местность, невозможность проживать в этой местности по медицинским показаниям, поступление в университет, беременность, а также другие уважительные причины. При этом перечень этих причин он открытым является и вы, в принципе, можете найти для себя и другие уважительные причины. Ну, это не значит, что просто не хочу, либо я просто нашел другую работу. Это не совсем уважительная причина в этом случае. Что же делать, если уважительной причины у вас нет, а отрабатывать две недели вам ну никак не хочется? Здесь нам поможет парочка лайфхаков, которые основаны на особенностях формулировок законодательства. Дело в том, что законодатель на самом деле не обязывает нас отрабатывать две недели. Ну, нет такой обязанности. Законодатель говорит, что работник, который решил уволиться по собственному желанию, должен предупредить об этом работодателя не менее чем за две недели. То есть вы должны написать заявление «Увольняюсь по собственному желанию» за две недели до предполагаемого дня увольнения. И таким образом дать время работодателю подыскать вам замену. Итак, поскольку наша обязанность уведомить работодателя, то вот вам лайфхак номер один. Уйти в отпуск. Если вы ушли в отпуск и в отпуске написали заявление «Прошу уволить по собственному желанию» и передали его работодателю, то вы уже выполнили свою обязанность, уволить вас за прогул не могут. И, соответственно, через две недели, ну, если вы отпуск взяли на этот срок, да, либо правильно рассчитали дату подачи такого заявления, то через две недели вас и увольняют. Итак, сначала мы пишем заявление на отпуск, уходим в отпуск и из отпуска пишем заявление на увольнение. Лайфхак номер два. Друзья, подумайте, не кажется ли вам, что вам пора заняться своим здоровьем? Вот вчера у вас болела голова, позавчера спина, сегодня что-то желудок побаливает. Нет? Ну, тогда что-нибудь другое у вас точно болит. И, может, вам все-таки пора подлечиться и пора обратиться за медицинской помощью, ну, и постараться заниматься своим здоровьем как минимум две недели. Думается, вы уже поняли, к чему я веду. Вы занимаетесь своим здоровьем, вы ложитесь в больницу, а, может быть, лечение будет у вас амбулаторно проходить. Главное, чтобы вы взяли больничный, и продолжительность этого больничного была не менее 14 дней. И, соответственно, вы взяли больничный, вы написали заявление по собственному желанию, передали его работодателю, и через две недели он уже будет обязан вас уволить. И лайфхак номер три. Особенности законодательства таковы, что они разрешают нам уволиться в тот день, который укажем мы как работники, в случае, если работодатель нарушает наши трудовые права. При этом законодатель нам не говорит четко, а какие же права должны конкретно быть нарушены. Поэтому, друзья, ну, может, вы придумаете какие-то нарушения, которые совершил работодатель, и которые и являются причиной того, что вы увольняетесь. И поэтому в заявлении вы пишете, что прошу меня уволить, уже не по собственному желанию, а прошу меня уволить в связи с тем, что работодатель нарушил мои права. Какие это нарушения могут быть? Ну, например, обыденное для нас нарушение, задержали за работную плату. Этого уже достаточно, чтобы у вас была уважительная причина для увольнения. Также можно указать, что, например, работодатель требует от вас работать больше, чем положено, более 8 часов. Любое нарушение со стороны работодателя, техники безопасности, да что угодно, является основанием для того, чтобы работодатель, если вы указали такое нарушение в заявлении, уволил вас в тот день, в который вы захотели уволиться, и дату, которого вы указали в заявлении. Итак, еще раз. Придумываем какое-то нарушение, коих, скорее всего, полно у вашего работодателя, указываем это нарушение в заявлении и указываем дату, с которой мы и хотим быть уволены. И эта дата может быть даже сегодняшний день. Используя эти три лайфхака, вам не придется отрабатывать две недели при увольнении. Друзья, если вы получили ответ на свой вопрос, то подпишитесь, поставьте колокольчик, и, скорее всего, следующее видео окажется тоже для вас полезным. Если вы не получили ответ на свой вопрос, то задайте его в комментариях. На этом все. Всем удачи. Пока.